У любой сущности на УРАИМ Д7 имеется 9 стандартных событий. Посмотрим, как работают события в старом и новом ядре. Рассмотрим на практике, как в старом ядре мы можем работать с событиями. Реализуем на старом API добавление группы пользователей и зарегистрируем обработчик события. В обработчике события мы ничего менять не будем, просто выведем данные, которые приходят в это событие. Вот мы реализовали код, который будет добавлять группу, имя которой мы установим как имя группы, а описание как группа добавленной с использованием API старого ядра. Мы этот код разместили прямо на странице в публичной части, чтобы могли без проблем его запустить и наблюдать результаты работы. Вот, собственно, мы регистрируем обработчик события и просто выводим в ордам от пришедших в обработчик параметров. Идем в публичную часть и видим, что у нас выявились параметры, которые мы и передали в наш метод при добавлении пользователя. Рассмотрим еще одну задачу. Мы удалим нашу с вами группу и получим ID удаленной группы. Нам нужно событие, которое вызывается после удаления. Но это верно, ведь в процессе удаления может произойти ошибка и удаление по факту не произойдет. Соответственно, вот код, которым мы будем удалять группу. Мы создали специальную группу для удаления. Посмотрим ID данной группы, которую хотим удалить. У нас есть код для удаления. Теперь наша задача найти событие, которое срабатывает после удаления группы пользователей. И мы не находим событие, которое срабатывает после удаления. У нас есть событие, которое вызывается перед удалением, во время удаления. А вот после удаления такого события нет. Мы даже можем не поверить документации и полезть в исходный код метод delete. Но здесь мы видим только вызов события onBafferGroupDelete и onGroupDelete. А как видим, по исходному коду метода событие срабатывает до фактического удаления группы. То есть событие, которое бы вызывалось после удаления группы, попросту нет. Вот так вот. Такое событие при удалении элемента инфоблока имеется. А вот при удалении группы пользователь его попросту нет. Не предусмотрено. То есть это означает то, что для качественного решения нашей сдачи у нас в коде ядра битрикса не предусмотрено нужного нам события. И нам придется искать какой-то обходной путь. В отличие от старого ядра, теперь все ваши и битриксы сущности, реализованные на ORM D7, получат унифицированное событие. Это очень важно. Теперь не разработчик при написании метода добавления, изменения, удаления элемента некоторой сущности определял место в коде, где регистрировалось событие. Ну или не регистрировалось. То есть вы даже доподлинно не можете знать, есть ли обработчик на то или иное событие. И только либо документация или вообще анализ исходного кода могли вам помочь в этом деле. В новом ядре есть целый набор унифицированных событий. Всего событий 9. Для добавления со стандартизованным набором входящих параметров. Для обновления также свой набор параметров. И события удаления также есть свой набор параметров. То есть теперь для любой ORM сущности есть все эти 9 событий. И если вы используете ORM операции, автоматически созданные при описании ORM сущности, то вы гарантированно можете использовать все эти 9 событий. Неважно, ваш этот код или API битрикса. Теперь реализуем в коде все то же самое на новом ядре, что мы реализовали на старом ядре. Благо у нас такая возможность имеется. То есть в обработчик события перед добавлением группы пользователей посмотрим параметры, которые туда приходят. А также найдем событие, которое вызывается после удаления группы пользователей и выведем ID удаленной группы. Давайте добавим группу пользователей с помощью мета-add класса GroupTable. Полями добавляемой группы укажем имя и описание группы. Создадим обработчик события onBafferAdd, то есть событие, которое происходит перед добавлением элемента, в нашем случае группа пользователей. Создадим метод onBafferAdd, который и будет обработчиком события onBafferAdd. Обращаю ваше внимание, что теперь у обработчик событий передается объект анимассив с данными. Для простоты понимания мы просто выведем на экран поля добавляемой сущности. Обратите ваше внимание, как все у нас реализовано. Мы получаем объект event, но мы никаких изменений вносить в результат работы добавления не будем. Нам нужно всего лишь посмотреть, как все отработает. С помощью метода getParameter от объекта, который передан был как параметр метода обработчика события, мы можем получить, например, поля. Вот мы их получаем. Вот выводим с помощью Vardam. Также посмотрите, как у нас реализовано добавление обработчика события на ядре D7. Мы получаем объект класса EventManager с помощью статического метода getInstant. И вызывая от полученного объекта метод addEventHandler, производим добавление обработчика события. В синтаксе примерно такой же, как у метода на старом ядре. Первым параметром указываем idModule. Третьим, как один из вариантов, указываем имя метода, который будет обработчиком события. А вот второй параметр в случае urm-сущности для нас представляет особый интерес. Как видите, здесь мы указываем класс пространства Mion. При этом мы указываем не класс GroupTable, в котором описана сущность группы пользователя, а просто Group, то есть без Table. И указываем событие, как вызов статического метода, то есть с двумя двоеточиями. В нашем случае событие OnBafferAdd. То есть вы можете указать любое из доступных девяти событий для сущности urm. Откроем страницу, на которой у нас данный код запускается. Мы видим результат работы нашего события. Вводится имя и описание, которое мы указали. Зайдем в список групп и увидим, что у нас действительно добавилась одна новая группа. Теперь реализуем нашу вторую задачу. При удалении группы будем выводить информацию об ID удаленной группы. Выбираем в списке группы нужную нам группу для удаления и реализуем код удаления. Создаем функцию OnAfterDelete, которую регистрируем с помощью метода AddEventHeader. От уже нами созданного объекта. Метод также значения Primary. Это ключ удаляемого объекта. Только один этот ключ передается во все события, связанные с удалением на ядре D7. Также хочу обратить ваше внимание, что удаление несуществующего элемента не является ошибкой в битриксе. Это не является ошибкой и в маске еле. Поэтому, так как событие вызывается у нас после удаления, мы дополнительно можем выставить флаг о существовании данного элемента, событий перед началом удаления, а проверить данный флаг после удаления и на этом основании делать вывод, что прошло успешное удаление существующего элемента. Запускаем наш код и, как видим, у нас в событии присутствует ID удаленной группы, с которой мы можем что-то сделать.